Саран Саран, с вами Ари Ран, и это вторая часть видео, посвященная новому брендовому знаку BTS. Многие уже устали от загадок BTS, и после выхода этого влога может сложиться впечатление, что нам подкинули очередную порцию загадок. Но на самом деле это не так. Новый логотип BTS является ключом к рассказанным ранее историям. Беонзе Сэйн «За кулисами» – это название в точности передает суть BTS. Их творчество – это автобиография, реальная жизнь, не скрываемая за сценическими образами и придуманными сценариями. Черный цвет, темнота – это прошлое, белый цвет – это будущее, дверь – это начало, и имя ему – BTS. Если говорить буквально, то это именно тот момент, когда была основана группа BTS. Если же говорить символично, то это ступенька жизни каждого из семи участников, когда они обрели свою судьбу, став бантанами. Это одна дверь, в которую вошли все семеро, но для каждого она была своя, потому что у каждого была своя история по пути к ней. Все семь реальных историй BTS рассказаны в соло-песнях BTS, вошедших в их альбом «Винс». А короткометражные фильмы каждой песни показывают эти истории на символичном уровне и дают понять, что все, о чем рассказано Хвоян Йонг Хва и Винс, основано на этих историях. Конечно же, в реальной жизни у парней нет крыльев, никто не целовал статую, не убивал своего отца и не ехал на поезде в Амилос. Но все это является аллегорией, которая отражает эмоции, проблемы и скитания реальных людей. А конкретно семи парней, которых мы называем бантанами. А все остальные детали и подробности перетасованы как карточная колода и разбросаны в других клипах и песнях BTS. Если кто-то не видел теории по клипам BTS на моем канале, вы можете посмотреть их. Там больше деталей и они очень близки к истине. Но все формулировки из этих теорий, типа юность, взросление, яйцо, личный мир, можно обобщить и назвать периодом жизни, когда BTS еще не были BTS. Даже не так, это период жизни каждого человека, который все еще не нашел свое призвание. Такой человек пребывает в своем темном мире неведения, но переступив через порог, оказывается снаружи, в огромном мире. И каждый участник прошел через такую дверь. Это прошлый Чангук, который уже знает, что хочет быть певцом. И хоть он готов к своему полету, он не верит в свои способности и боится сделать этот шаг. В его жизни был момент, когда его страхи могли помешать дебюту. К счастью, благодаря остальным мемберам группы, он решился и стал частью BTS, все-таки пройдя в эту дверь. Это Чимин, который, будучи юным и незрелым, соврал. Ложь стала причиной того, что он был выброшен на неверный путь. И чтобы обрести настоящего себя, свое истинное призвание, ему нужно было освободиться от Алжи. Грехи и тайны прошлого Тахиона поставили крест на его будущем. Он стал заложником своего прошлого, истязая себя угрызениями совести. Но он нашел другой выход, и ему пришлось долго идти к тому, чтобы стать частью BTS. Юн Ги с юных лет любил музыку, но взрослее он пренебрег своим талантам и потерял то, что было ему когда-то дорого. Вместе с тем пришло и осознание, что музыка – это и есть его призвание. Я не буду углубляться в теорию фильма Нам Джуна, хотя стоило бы. Просто скажу, что в конце концов он сделал музыку неотъемлемой части своей жизни. Эта дверь, за пределами которой кто-то в нем нуждался, вела к тому, чтобы стать лидером BTS и помогать остальным. Джей Хоуп гонится со своей мечтой быть танцором, оставаясь под материнской опекой. Он не движется вперед. В бой Мидс Ивол мы видим, как он проходит в дверь и начинает танцевать. Думаю, что это одно и то же место. Но Джей Хоуп выбрал неверный путь, поэтому все становится только хуже. Эта же дверь олицетворяет самостоятельный путь, и это путь BTS. Мечтательный Джин из прошлого просто ничего не делал. Он хотел всегда оставаться беззаботным и не обремененным ничем. Но в конце концов он нашел в себе храбрость покинуть это место и отыскать свое предназначение, ведь в BTS и есть его судьба. Мечтательный Джин из прошлого просто ничего не делал. Теперь, когда всех ребят объединяет любовь к музыке, они обретают свои крылья и готовы взлететь выше звезд, навстречу к своей мечте. Вот в этом месте и начинается BTS. И если в Хвоян Йонг Хванам рассказано о том времени, когда ребята все еще были в поиске себя, то Винц это история о том, как парни приобрели свои крылья и отправились в этот путь. В Not Today история бантан, которые уже находятся здесь, по светлую сторону логотипа. У них, как и прежде, бантарский дух, но в этот раз они протестуют уже против дискриминации и неравенства во всем мире. Они говорят, что всегда будут двигаться вперед и вести за собой не только подростков, а тех, кто нуждается в их помощи. И несмотря на то, что они уже находятся на вершине, они будут продолжать стоять на защите тех, кто все еще находится в темноте. Несомненно, обратной стороной BTS являются ARMY. Это две стороны одного целого, не способного на существование по одиночке. Мы – опора и смысл существования друг друга. ARMY дарят свою любовь BTS, давая им силы взлететь все выше. BTS отдают себя, заполняя собой сердца ARMY. И может быть я слишком сентиментально романтична, но не могу отделаться от этого приятного чувства, что новые символы просто насквозь пропитаны любовью и благодарностью BTS к своим ARMY. Бронежилеты были созданы для BTS, а эти знаки созданы и для ARMY, и для BTS. Как две половинки одного целого. Не зря же они его целый год вынашивали, как младенца. Символ единства и любви к друг другу. Так что вы как хотите, одлименяйте новые знаки, как история ARMY и BTS одна на двоих. BTS не прячет свои жизни за сценическими образами, а предстают перед ARMY искренними и настоящими, открытыми и готовыми на очень многое ради того, чтобы ARMY продолжали смотреть на них с восхищением. Все мы знаем, что BTS находится на связи с ARMY практически 24 на 7, посредством соцсетей, влогов, дневников и многого другого. Они болтают до поздней ночи с фанатами во время прямых трансляций прямо из своих комнат, сидя в пижамах. Они вместе с нами кушают, гуляют, шутят. Любое памятное событие в жизни Бонтан не проходит мимо ARMY, ведь в первую очередь они спешат поделиться своими эмоциями и радостью именно с нами. И пусть мы смотрим на них издалека, и они не знают каждого из нас лично, но они уже давно пустили каждого из нас в своей жизни вне сцены максимально близко. Так же, как и мы впустили их в наши наполненные любовью сердца. Именно эту нерушимую связь даже нет, зависимость от друг друга отражают новые логотипы, представленные Big Hit. А на этом месте не забудьте поставить пальчик вверх и оформить подписку, ведь вы тоже моя такая обратная дверь, мой свет, мое счастье и мой смысл. Саран Саран, с вами был Ари Ран, давайте любить BTS вечно. Пока-пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok